Здравствуйте, я зовут Школа Ксения, я пиар-директор компании Ашманов и Партнеры, в том числе занимаюсь продвижением проекта Айайай. Мы когда с Сергеем обсуждали тему, он говорит, ну, давай назовем вирусное продвижение проекта в интернете. Я говорю, да замечательно, другого вопроса, что мы вирусы не запускали. И начали понимать, что, видимо, появилась новая формация проектов, которые сами по себе являются вирусными. Именно поэтому назвали в проектах вирусов. Такой вопрос в преддверии. Кто хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь слышал о проекте Айайай? Немного. Хоть кто-нибудь когда-нибудь в своей проявлении или еще кто-нибудь видел этих людей? Да, отличный. Замечательно. Для тех, кто не знает остальных 30%, на сайте Айайай пользователь приходит, заходит своего МФА, он сначала выбирает внешний вид инфа, на данный момент это сейчас только человеческий раз, в скором времени не только человеческий раз, сказалось, что люди себя идентифицируют не только с людьми. Его можно обучать по заранее предустановленным шаблонам и обучать, загружая туда источники данных. И в том числе в скором времени, сейчас уже можно обучать по логам, скоро можно будет подгружать еще базы данных других инфов. Это уже более сложная штука, тематика. Инфа помещают на своих страницах в блогах, на сайтах, в социальных сетях и так далее. Сейчас очень популярно стало абсолютно, то есть не планировали, получилось само собой. Мелкий бизнес начал создавать инфов как виртуальных консультантов и реально импортировать их в себе, ставить на страницу по доставке пиццы. Это гораздо дешевле, чем тот консультант, который у вас сидит по Асике. Он всегда доступнее, он всегда работает, его можно обучать по логам, и в общем они достаточно продвинутые. Они, конечно, не похожи на тех коммерческих инфов, которые мы делали раньше, но тем не менее. Что дает понимание, что проект сам по себе получился вирусный? Если взять три основы любого вируса, это первая основа, три кита, это распространение информации, спонтанное распространение информации. В нашем случае не планировали, что оно будет спонтанное, подготовили комьюнити, в соцсетях, в блогах и так далее. Плюс есть блог на самом Айяя.ру, и оттуда, соответственно, туда же есть на форуме, люди могут вставлять своих же инфов и просить соратников прокачать, поговорить с ним. Таким образом они начинают дальше обучать по логам. Следующая основа, новизна. Конечно, можно парировать, сказать, ну ладно, в 70-х была Алиса, мы все слышали про чат-боты, мы все знаем про чат-боты, в то же время были уже коммерческие инфы, в конце концов есть уже известная большая часть продвинутых пользователей Аня на сайте ИК. Тем не менее, коммерческие инфы, да, они были, это наши проекты, я поставила пример их, не для Ру-Центра, он рассказывает, соответственно, про услуги компании Ру-Центра, и там для Дельта-Кредита, для банка Дельта-Кредит, Алиса рассказывает, опять же, про кредиты. Аяя.ру, это первый в Рунете проект для пользователя. То есть, любой человек может прийти и создать своего чат-бота, обучить его таким образом, как он хочет. То ли он у вас будет говорить про итальянскую кухню, то ли он у вас будет рассказывать про подшипники, ему все равно. Вы обучаете его именно ровно так, он умный ровно настолько, насколько вы его обучили. Фан-фактор. Фан-фактор изначально, мы не ожидали, что он будет такой, но тем не менее. Кое-что мы делали сами. Здесь, так, с цветопередачей сложности, но вот крайне левый молодой человек, он у нас продает ежи. Очень популярный чат-бот, к нему приходят люди поговорить, все, что вы ему не говорили, он сведет к тому, чтобы купить ежа. Он расскажет вам, сколько у ежа иголок, как он выглядит, сколько он, по какому курсу и так далее. В конце концов, он дает ссылку, и вы можете прийти и правда купить ежа. Это не наши ежи, но тем не менее. Дальше пользовательские инфы абсолютно оказались, начали транслировать именно ту аутентичность пользователей, современного пользователя. Доктор Хаус. У нас их больше 15 на данный момент, это самый прокаченный. Насколько я поняла, его прокачивает огромное количество человек, они там, видимо, передают друг другу пароли и доступа, да, и прокачивают. Он, ну, правда, смешной, очень. У нас огромное количество Гарри Поттеров, там, слезеринцев, там, ну, и так, как каждая там тематика, фанатов Зенита, кого угодно. Люди абсолютно, очевидно, создают персонажей, которые не просто, как бы, рассказывают о том, ну, вот он я, приходи ко мне, да, там, поговори со мной, потому что это, ну, большая часть к чему склона, там, целевая аудитория, Леру. Да, девочки, сердечки, юбочки и все остальное, они создают пользователей, а вы какая мяшечка. Вот, у них свой фан-фактор, у большей части, там, пользователей Light Journal совсем другая история. Если удариться в классику партизанского маркетинга, то мы найдем, что в сервисе есть все, что, собственно, соответствует по основателю партизанского маркетинга Джеймилу Кодруда Левенсона. Это 5 элементов. Рассказчики. Здесь все понятно, да, спонтанное распространение информации, пользователи, которые будут рассказывать о вашем проекте, да, когда это будет рассказывать не пиарщик компании, да, а когда об этом рассказывают пользователи. Стандартный вирус, да. Содержание. Содержание должно быть убедительным. Если вы создаете 125-й клон сервиса LinkedIn, мой круг и так далее, наверное, будет проблема с вершинностью проекта. Если он, если содержание убедительное, да, что может быть убедительнее искусственного интеллекта? Технология. Технология должна быть новой. Я к этому вернусь чуть-чуть попозже, но здесь все понятно, да, я убеждала и говорила о том, что рассказывала, что это первый пользовательский проект такой в Рунете, и такого раньше никто не делал. Участие. Участие здесь немножко сложнее, но тем не менее у нас все это работает, потому что мы получаем, мы участвуем в жизни пользователей, мы предлагаем новые сервисы, мы спрашиваем, что им нужно. Есть специальные формы на сайте, когда они могут сказать, слушайте, ребят, а мне, знаете, вот было бы очень здорово, если бы я мог туда вставлять ссылки такого-то там вида. Сидят лингвисты, сидят программисты, думают, через некоторое время, если они понимают, что это действительно интересная штука, они и уходят. Обратная связь. Обратная связь, весь проект построен на общении. Это изначально его основа общения, да, не важно какое. На данный момент обратная связь очень многогранна. Она есть как для создателей, да, мы смотрим всю обратную связь просто, знаете, тупым поиском по блогам, тупым поиском вообще. То есть заводишь ключевое слово, и ты видишь, кто куда импортировал, какая обратная связь. Большая часть людей оставляет комментарии, да, там, кто желает в журнале и так далее. Мы получаем через форму обратной связи на сайте. Мы получаем обратную связь по форуму, который у нас есть. И люди пишут письма, им правда интересно. Также есть обратная связь для пользователя, который создает инфарь. Это по многому для новых технологичных сервисов гораздо важнее, потому что пользователь понимает, насколько ему это нужно, и насколько он на данный момент в этом сервисе, да, насколько он выложится. Потому что, когда он читает логи, он понимает, если его инфт убит, значит, что-то ты где-то не доработал. В принципе, у нас каждый, наверное, каждый божий день увеличивается база данных. В стандартном инфарь, когда человек его заводит, там подгружается более 12 тысяч товарных диалогов. Вот, если коммерческая фаза в Грузии, там больше, вот, в него изначально, до момента, когда его начали прокачивать представители компании флогов, да, и, ну, отдавать нашим инфистам на доработку, там было порядка 100 тысяч. То есть, понятно, конечно, что разница большая, но, с другой стороны, пользователь публичный, да, и не коммерческий, на данный момент. Если кого-то смущает, скажем так, новизна, там, да, у многих вызывает отторжение, вот, новые течения, там, партизанский маркетинг, вирусный, ну, что-то такое, да, много приверживаются классического. Все те же самые пять элементов по классическому маркетингу. Если просто поставить рядом, да, я специально сделала так слайд, вы поймете, что на самом деле ничего не изменилось. Вот, что классический пиар, что вирус, ну, в принципе, одно и то же. Другой вопрос, что про это мы часто забываем. Я не буду комментировать, я думаю, что все, как бы, знают, да. Вот, статистика, что позволяет нам думать, что проект, запущенный 11 марта, является успешным. Вот, кстати, порог в 100 тысяч инфо мы преодолели буквально позавчера. Вот, вот, сервера сначала вообще не ожидали, сервера тупили, докупили, все работает, но растет. Динамика, я не стала ставить слайд из Google Analytics, хотя я изначально думала, но, в принципе, да, я думаю, что вы не поверите, ну, это геометрическая прогрессия. Дальше хотелось бы, наверное, вас немножко загрузить, несмотря на раннее утро. Что, опять же, еще раз, почему проект выстрелил? То ли это тренд новых сервисов, то ли это, что в интернете дает понимание тренда. Я думаю, что большая часть, кто старшего 70-го года рождения, узнали Рейчу из фильма Blade Runner. Если не смотрели фильмы для скота, просто обязательно посмотрите, вы поймете, к чему мы идем. Что я имею в виду под этими тезисами? Все, что мы, я вообще ни в коей мере не апеллирую их научной фантастики. Вот, просто забыли мы о нее, как договоры. Исключительно философы, политологи, культивируемая аутентичность современного общества. Да, то есть сейчас любые рекламные компании, любые пиар-компании стараются строить аутентичности. Люди ведут, в принципе, современного такого понимания того, что массовость – это плохо, да, глобальное потребление – это плохо. Начали культивировать аутентичность, это такой императив современного общества. Тем не менее, нашел вот абсолютно странное применение в массовом сервисе. Человек создает свой прототип. Это сразу нас подводит ко второму тезису, да. Общественные, вот, Маршалл Маклёй называл это СМИ, да. Но сейчас, на данный момент, да, работает все, что является технологичным продолжением человека. То есть в какой-то момент мы понимаем, что управление технологиями – это вопрос не новой формации человека. Это вопрос развитости технологий. Любой сервис, любое продвижение любого продукта в интернете на данный момент работает только на том, чтобы это каким-то образом задевало вот человека, его внутренность, да, его аутентичность. Тиммон Фрейн в 30-м году в своей одной из последних работ сказал, что весь… все развитие человечества будет построено на том, что мы будем стремиться становиться искусственными богами. раньше, когда… знаете, это из-за вспоминания того, что доктора Хауса. Зачем 7 лет учиться в мединституте, если у тебя есть Wi-Fi? Вот на том же уровне, ровно, мы пытаемся создавать какие-то вещи, которые позволяют нам приблизиться к чему-то, к чему изначально, что от рождения умели боги. Мы пытаемся создать какие-то вещи, которые позволяют нам иметь там в своем кармане, в своем ноутбуке продолжение себя и живого мира. Это такая интересная вещь, я очень советую прочитать. В общем, вот, все. Вопросы? А возможно ли вы посчитать с среднего возраста аудитория вот этих? Нет. Она очень разная. Девочки, которые создают себе инфо на Али.ру и вставляют их туда, мы понимаем, да, это аудитория 11. Life Journal – это, соответственно, аудитория 25+, да, в среднем. А те люди, которые вставляют это в ВКонтакте, например, являются фанатами Зенита, это аудитория 35+. Она очень-очень разная. То есть есть, знаете, через некоторое время будут введены новые расы, и я вообще, если честно, даже предсказать не могу, кто будет этим пользоваться. Пока футбол-группы не проводили, 11 марта запустили, да, есть обратная связь от ВД-тестеров, есть понимание, когда, в принципе, проводишь поиск по тем же блогам и смотришь, кто эти люди. Ну, именно активные фанаты. Но в целом нет средств демографии. А вы использовали перед подготовкой проекта, может быть, какие-то социологические или психологические технологии, матрицы какие-нибудь? То есть, нет, насколько я знаю, нет, я не слышала, я не руководитель проекта, но я спрошу, вообще это обычная семантика, ничего более, да, то есть это уникальная российская разработка, это 100% разработка компании наносемантика, да, но я просто знаю этих людей, они что-то подобное использовали. Тогда я уже не спрашиваю про аутентичность, спасибо. А вот есть сходи. Да, вот это мы. Да. Спасибо. У нас тоже есть тем, вы можете посмотреть на нашем блоге джи-жи-жи-жи, на нашем блоге джи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Наши инфы приводят довольно много вопросов, хотя он еще молодой, и мы его учим. Хотелось бы узнать, вы планируете ли вы вести документы, что пользователя, который был вопрос в инфе, можно будет инфицировать? Например, если он входит в ЖЖ, в целях права, и в этот вопрос через СВК, можно ли инфицировать, кто этот человек? Но, в принципе, инфа обычно спрашивает, как тебя зовут, обычно это стандартно делает, если вы посмотрите, во-первых, он уже запоминает книги. Он всегда узнает любого пользователя, любого. Откуда бы пользователь не зашел к этому конкретному инфу, инфа бы узнал. Это 100%. Другой вопрос, что вы можете настроить так, чтобы он как-то более полный постановка, а если вы хотите, чтобы был OpenID, и он его определял по OpenID, в скором времени будет. То есть весь API в скором времени будет. Ксения, я вообще, на самом деле, инфа только от вас узнала. Много нового. А неудачно раскрыть бизнес, но для проекта только на чем денег не зарабатывают? На данный момент деньги зарабатывают инвесторы. В следующем, чуть-чуть дальше, у нас уже мы сделали, когда мы поняли, что люди создают инфу для бизнеса на базе именно AIRU. Мы ввели сейчас, на данный момент, платный аккаунт. Я пока не помню, то есть изначально мы ввели 60 долларов, и Игорь Ашманов на Арифе обещал крятственно снизить до 15 в месяц. Скорее всего, если Игорь обещал, так и будет. Правда создают, делают, покупают, потому что там другой север, он по-другому работает, там другие объемы данных и все остальное. В дальнейшем, скорее всего, будет, опять же, монетизация с моей любимой аудиторией, покупки бантиков, юбочек, чихуахуа и всего остального. Она тоже, скорее всего, будет. Платный средств для пользователей, да? Да. Спасибо. Дмитрий, Железнану Александровичу и Игорь Анастасовичу, у меня, чисто, такой утилитарный вопрос, какая мотивация у обычного пользователя создавать свой блог-инфа? То есть, какая ключевая мотивация? Какой цель он его создает? Чтобы что? Просто, чтобы сам выразиться? Ну, как правило, люди приходят смотреть прикольную фишку. Они ее создали, они посмотрели, да? То, что обычно срабатывает, всем прикольно. Я не видела, правда, еще ни одного человека, который скажет, ой, нет, я не буду сидеть и подбирать платьицы. Вот все это делают. Мальчики это делают, девочки это делают, это делают все. Есть реально, там, мой трехлетний сын, ему просто интересно, ему неинтересно, понятное дело, прокачивать это не умеет, он сидит, собирает. Вот дальше человек начинает понимать, когда он его экспортировал в блог и поставил, дальше, поверьте, вы очень много, вы можете много-много узнать о своих френдах. Это просто нереально. Ты понимаешь, что я его запустила под замком, а у меня вот такие логи. Вот, правда, очень много-много. Читать логи очень интересно, очень интересно. Вот, правда, сейчас рамок захватывает, особенно если он прокачанный. Очень смешно. Понятно, хорошо, спасибо. То есть это просто игра? Ну, как вам сказать, вот, у меня, в принципе, там, да, все под замком. Большая часть людей, очень часто, правда, приходят и спрашивают, а нам нужны контакты, вот у меня контакты, там, свяжитесь, пожалуйста. Ну, это есть те люди, которые не смогли найти контакты просто в сети, хотя их много. Это форма обратной связи, которая не просит есть, не знаю, никак не тянет ресурсов, да, там, сайкл от джорнала и всего остального. И люди, правда, с ним разговаривают. Я ничего не могу сказать. Есть энное количество людей, которые разговаривают, проецируя на канновой инфа свое человеческое отношение ко мне. Или там вообще, в принципе, неважно, ко мне или к пользователю. Они очень часто бывают, что, когда он хорошо прокачан, и когда люди уже слышали о том, что мы собираемся вводить перехват диалога, а мы его будем вводить в скором времени. То есть, если вы видите, что идет диалог в реальном времени, можете перехватить диалог и вмешаться, и отвечать местные инфа. А очень часто люди не верят, что это отвечает машина. Ну, когда он прокачан, да, конечно. Когда он просто загруженный, пустой инфа, он туповат немножко. Но с точки зрения, если вы его спросите, что нет. Как вы, как вы, далее, объекты? Как часто употребляет слово «покачан» или нет? Понятно. А вот еще такой вопрос. Собираетесь ли вы использовать эту базу вопросов-ответов в каком-то сервисе наподобие ответа Google, ответа ML? Не знаю, пока вроде не очень. То есть, я об этом пока не слышала. Много всяких трудных задач, очень глобальных. А еще такой вопрос. Планируете ли вы, скажем, увеличивать вводить про качественные значения? Да, на стандартном инфу постоянно работают. То есть вы работаете на основании вот этого инфа? Да. Насколько я помню, вообще ваш проект был выдачен от инфа, 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 инфа. На данный момент нет. Скоро будут запущены некоторые инфы, когда к нам обратились, попросили сделать. Ребята, вот нарисуйте нам вот, чтобы на футболке было написано вот это, вот это, и говорить вот так вот. Вот тогда да. То есть я вас когда услышал, допустим, а фанатка Зенита, да, то есть как фанатка Зенита, допустим, на зенитской символике? Мы рисуем. Ну, уже рисуем. У вас появится вот так вот. У нас протоколы, у нас нет, да. Да, ну, в принципе, это да, я думаю, что это будет доступно.